Приветствую вас! Как я понял, вы не дописали свой вопрос, вы не закончили его, не закончили описывать ваш сон, ваше сновидение. Сразу хочу сказать, что для наиболее адекватного толкования сновидения нужно узнать побольше информации, то есть, что происходило непосредственно за несколько дней до этого сновидения, что было с вами за неделю до этого, то есть, все вот это нужно анализировать. Какие у вас лично ассоциации от того, что вы говорите и так далее. Значит, смотрите, то, что вы пришли в незнакомую квартиру, говорит о том, что вам нужна стабильность, вам нужна защита, и вы готовы, в общем-то, эту защиту получать, точнее, получить любой ценой, даже от незнакомого мужчины, от незнакомого места. То есть, квартира, любое помещение, она говорит, это стабильно для женщин. Значит, то, что она не знакомая для вас, это говорит о том, что вы хотите начать с чистого листа отношения. В свою очередь, это означает, что, возможно, у вас, ну, предыдущие отношения, например, ну, складывались недостаточно хорошо. То есть, был какой-то негативный опыт у вас. Значит, вот, в принципе, то, что у нас сейчас первая половина сна. Значит, то, что посредине зала, в колодце, удобренник, это говорит о том, что вы боитесь, что мужчина умрет, как мужчина в отношениях с вами. То есть, вы боитесь потерять мужчину, вы, возможно, боитесь сближаться. У вас, у вас, у вас страх близости. Вот. Но, тем не менее, мужчина вам нужен. Тем не менее, мужчину вы хотите видеть в своей жизни. И, собственно, вызывают милицию. Милиция здесь, как бы, как бы, как вот правильно сказала Людмила Егорова. Милиция, это, во-первых, строгость. Это, собственно, сверхъяс. Это внутренний родитель, который, как бы, заставляет вас поступать правильно. И, в свою очередь, это означает, что вы в отношениях также можете испугаться, и вы в отношениях также можете уйти только потому, что посчитали или вам показалось, что что-то вы делаете не так. То есть, вот, вы можете вступить в отношениях, вы можете очень хотеть этого, а потом вам кажется, что вы действуете недостойно, действуете неадекватно и, соответственно, делаете шаг назад. И отсюда замикает проблема, что отношения, по сути, вы не можете, либо у вас они неудовлетворительные. То есть, смотрите, прийти в незнакомую квартиру, это желание стабильности и желание развязки чистого листа отношений, чтобы не было никаких предрассудков и стереотипов в отношении вас. Мужчина, утопленник в колодце, это означает, что вы боитесь, что мужчина уйдет, боитесь не видеть мужчину, боитесь, что потеряется его. Это как бы отражение ваших страхов. И то, что вы вызвали милицию, это означает, что вас с ним все равно разлучили. Вполне возможно, что именно утопленник мужчина, это означает, что вы как бы, ну, он же задохнулся, да? И, соответственно, вы боитесь, что он будет задушен вашими объятиями, вы понимаете, что это вы сделали что-то плохое. И тут же вызывают милицию, то есть, в том плане, что вы опасаетесь, что вас будут осуждать за то, как вы себя ведете в отношениях. И, соответственно, это и служит причиной того, что вы не отближаетесь, не позволяете себе отблизиться с мужчиной. Ну, и то, что вы сказали милицию, а не полицию, говорят о том, что вы уже зрелая женщина, скорее всего. И у вас, несмотря на зрелость, все равно нету таких хороших удовлетворительных отношений. То есть, может быть, они есть, может быть, вы даже в браке, но, тем не менее, в нем вы, скорее всего, не счастливы. Раз нуждаетесь в стабильности, то есть, вы не чувствуете себя защищенной. А это важно именно для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!